Всем привет! На наши сервера пришло обновление. Это обновление было 7 марта, но я, к сожалению, сразу же не смог записать видео, так как работал. И сейчас у меня появилось время, и я вам его объясню, скажем так, да. Что было в обновлении? В обновлении добавили звездность в снаряжение дракона. Вот наше снаряжение дракона. Теперь оно повышается не только по уровню, то есть вы скармливаете, например, повышение уровня, да. То есть вы можете скармливать ненужное снаряжение дракона, да, и поднимать уровень. К сожалению, мы не знали о том, что будет звездность, и поскармливали много шмота, то есть вот этого снаряжения дракона. Но оно дает мало процентов, то есть было реально скармливано очень много для того, чтобы поднять два уровня. Но добавили нам еще закалку. Видите, вот такая вот кнопочка закалка. Закалка дает намного больше и требует просто по очереди синее, фиолетовое, фиолетовое второе, золотое и золотое второе снаряжение дракона. Вот в этих вот у меня уже синее прокачено. Зеленое и белое они используются. То есть зеленое и белое можно скармливать спокойно. Нужно синее и выше, да. Вот, дает хороший довольно-таки бонус по сравнению с уровнем. Потому что уровень, например, вот если мы смотрим за один уровень, мы получим здесь плюс 17 атаки, да. А за одну закалку мы получим уже намного больше, на порядок плюс 53 атаки. И также еще усиление даст еще 109, то есть уже 180. Ну, совершенно разные. Причем здесь достаточно одной короны, а там нужно корон штук 5 или 6 для того, чтобы поднять уровень. Это очень разные вещи. Здесь вот уже у меня по одной звезде поднято, да. Вот. Это то, что касается обновления именно по драконам. Это основное то, что было написано. Также есть один небольшой нюанс, который не все знали. Ну, это было, кстати, введено недавно. То, что можно решить проблему с золотом. Чем ее решить? То есть есть вещи, которые продаются, да, вот определенные. Но есть момент, когда на вещи не написано, что ее можно продать. Но она продается. Например, у те же подарки можно продать. Да, вот видите, вот 47 тысяч. Можно получить за 47 подарков. То есть каждый подарок это 1 тысяча золота. Мелочь, но тем не менее у кого залежи по 15-20 тысяч подарков, это неплохо. Дальше, что у нас можно продать? Дальше, дальше. Свитки. Да, недавно тоже добавили. То есть можно продавать вот эти вот свитки заклятия. К примеру, вот за эти свитки. Невыгодно продавать красные, поэтому красные здесь остались. А синие, зеленые, желтые, все они были проданы. То есть там было заработано примерно на залежах 150 миллионов золота. Это в принципе хорошая сумма для тех, у кого недостаток с золотом. Это очень даже неплохой бонус. Вот. Поэтому продавайте ваши свитки, подарки. Зарабатывайте золото, прокачивайте. Что вам нужно за золото в принципе. Вот. И все походу. Это все обдар... А, нет, не все. Вообще не соврал, да? То есть еще добавили облик. Добавили в обликах крылья. Добавили специально к ивенту на 8 марта. Ну, не знаю, сейчас не посмотрю. Сейчас я сначала включу какие-то другие крылья, которые есть на персонаже. Вот, например, эти. Да? Я возьму их и потом я смогу показать вам вот эти вот крылья. Ну, такие крылышки неплохие, скажем так. Также есть дракон. Да? Добавили еще одного. Он не дракон, а вот ездовое. Скажем так. Вот мы возьмем просмотр, чтобы лучше посмотреть. Вот такие вот в облик был добавлен. Вот. Два облика. В принципе, ивент нам добавили. Ивент я смотреть не буду. То есть бессмысленно. Хотя... Хотя... Давайте ивент заодно покажу на 8 марта, который добавили. Ну, бонусом. Почему бы нет? Так, значит, обмен цветов. Цветы можно купить в магазине. Вообще ничего стоящего нет. Ну, вот. Женский праздник. Ну, вот такое. Это... Шанс поймать фонарь. Но это тоже такой редкостный шанс. То есть не очень. Дальше. Второй обмен цветов. Это внешки. Да, вот. Добавили вот эту внешку. Ее давно не было. В принципе, неплохая. И вот эту внешку добавили. Ну, так себе, в принципе. Ну, кому нравится. Ну... Да, вот крылья. А, вот. А, вот. Никто не видел. Но добавили еще слоты. И этого не было. Добавили еще слоты на 4-3. И магический вот этот. А, метеорическое железо. Метеоритное железо, извините. Специально для поднятия духовки свыше 5-го уровня. Так, молока панды. Да, это облики новые на меч, на посох и на когти. Да. Так, это ричардж. Обмен фонарей. Фонарей. Смотрите. За 1500 и 2 фонаря можно получить 5 камней для дополнительных слотов. Это, в принципе, неплохо. Я думаю, так как и на Новый год раз за 3 оно будет обновляться. То есть уже дважды обновлялось. Можно было купить. Дальше за фонарей почти 5000. Магические камни можно взять по 2000 материалов. А бы первого уровня и второго уровня почти по 6000. Нужно доплачивать. Но это дорого. На самом деле это очень дорого. Дальше вот есть фонари. Три фонаря плюс 4300 за 50 шансов богиня. То есть вот эти молитвы богини. Но он тоже не очень. Так, дальше вот вход на женский день по мелочам. Единичное пополнение. Это каждый день, если вы пополните одним платежом больше 1200, вам дадут один фонарь и одну веточку. Вот, я не знаю, что он. Цветок персика. Так, дальше. Фонарики в инстах и ограниченный ранг, естественно, для наград за первое место оружие внешка, за второе конь и за четвертое и третье конь и за четвертое и десятое крылья. В принципе, это все по ивенту. Ну, кроме магических камней, не магических камней, а кроме вот дополнительных слотов не вижу больше ни в чем смысла. То есть остальное все есть. Вот слоты, это действительно круто. Их нужно открывать. В принципе, вроде бы все сказал по обновлению. Если есть какие-то нюансы, пишите в комментарии. Если что-то я упустил, так же спрашивайте и отвечу. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok